Здравствуйте! Это Культ Анонс. О самых важных событиях культурной жизни города за две минуты. Хорошая погода заканчивается. Большинство мероприятий переходят в онлайн-формат, чтобы вы не замерзали. Заводим Инстаграм и начинаем культурно просвещаться. Ставропольский дворец культуры и спорта в этом году празднует свое 35-летие. Всю эту неделю в их Инстаграм-аккаунте встречайте рубрику «О нас». В фойе Детской школы искусств сегодня открылась выставка «Юность продолжает эстафету». Учащиеся отделения живописи постарались разобраться, что интересовала молодежь 100 лет назад и что интересует ее сейчас. В Музее памяти ко дню Ставропольского комсомола открывается выставка «Ставропольцы-комсомольцы». Во второй Детской школе искусств открывается выставка «Народное искусство детям». Маленькие ученики постарались воспроизвести образы и краски пермогорской росписи. В 10.00 в библиотеке для слепых и слабовидящих имени Владимира Маяковского пройдет онлайн-встреча «Незрячие писатели-фронтовики». Конкурс рисунков запускает четвертый филиал централизованной библиотечной системы. Акция «У природы нет плохой погоды». Подробности конкурса можно узнать в аккаунтах библиотеки. В четверг в социальных сетях Дворца культуры и спорта традиционный онлайн-концерт Духового оркестра имени Осиновского. Не пропустите! В 15.00 в музее памяти продолжает опубликовать цикл музейных уроков, посвященных битве за Кавказ. В этот день будет уже четвертый урок. В 18.00 в городском доме культуры литературно-музыкальная композиция «Комсомолу Ставрополья-100». В 15.00 в музее памяти семейный показ «Кинопамять» фильм «Битва за Кавказ». А в Лермонтовке последний день выставки, на которой представлена только одна книга. Одна, но какая? Узнайте, побывав в библиотеке. В 17.00 в культурном пространстве Ставрополис квест Хэллоуин 2020. Участников ждет увлекательный сюжет, страшные пять станций и проверка на прочность. Приходите! В детской художественной школе открывается выставка работы учащихся парад национальных костюмов, которая посвящена Дню Народного Единства. В инстаграме детской школы искусств онлайн-квиз «Моя комсомольская юность». Спрашивают дети, отвечают преподаватели, бывшие комсомольцы. В библиотеке для молодежи продолжается городской проект «Мастер в библиотеке». Вас ждет выпуск с Владимиром Кайвановым, директором Северокавказского молодежного форума «Машук». А в выходные, если позволит погода, администрация города Ставрополя организует 10 концертов с доставкой на дом. Ловите их у себя во дворе. Точные адреса можно будет узнать в инстаграм-аккаунте комитета 26. В субботу в 15.00 Ставропольский дворец культуры и спорта приглашает вас на концерт духового оркестра имени Данила Осиновского на Александровскую площадь. Также в 15.00 на площадке за второй музыкальной школой литературно-музыкальный театр «Гостиная гармония» покажет свой спектакль «Монологи женщин». Конечно, если позволит погода. В 18.00 Ставрополь 26FM на площадке под звездным небом будет организована импровизированная радиостанция с настоящим ведущим, диджеем, который будет слушать ваши пожелания и передавать лично вам привет. А в 19.00 в антикафе «Кому какое дело?» Хэллоуин. Бал монстров. Приходите в нарядах. В воскресенье в 16.00 на главной сцене культурного пространства «Ставрополец» вас порадует своим творчеством ансамбль «Казачья вольница». И самое важное событие мы оставили напоследок. В Ставрополе открылись кинотеатры. Кинотеатры тоже в Ставропольском дворце культуры и спорта уже возобновил свою работу, а с четверга распахивает своей двери кинозал Ставропольца. Золотая осень в самом разгаре. Будьте в курсе всех культурных событий, одевайте маски и пальто на улице, включайтесь онлайн в своем телефоне. До скорых встреч!